Рассказ о событиях другого плана продолжит наш выпуск. Сразу несколько сообщений о финансовых нарушениях в больницах и детских домах региона поступили сегодня в нашу редакцию. В одном случае даже возбуждено уголовное дело, ведь речь идет об исчезновении 5 миллионов рублей у пациентов медучреждения. Все подробности у Ольги Кузаковой. Сотни папок с документами, 20 томов дела и почти год расследования в Иркутске в суд передали дело в отношении бывшего кассира психиатрической больницы номер 2. Чтобы доказать вину женщины, следователям пришлось опросить более 300 человек. По данным материалов дела, именно у них подозреваемая похитила пенсии почти на 5 миллионов рублей. Изменяла приходные кассовые ордера и реестры к ним путем изменения их и уменьшения суммы фактически принятых денежных средств на меньшую сумму. Указанное денежное средство похищало и распоряжалось по своему усмотрению. В ближайшее время, возможно, будут возбуждены еще дела в отношении сотрудников медицинских учреждений. Аудиторы счетной палаты региона проверили сразу 6 заведений. И выяснилось, что в одном из них на питание людей тратили меньше, чем положено вместо 160 рублей в день 100. В другом учреждении проверяющие нашли продукты с истекшим сроком годности. Если говорить о крупных финансовых нарушений, то за весь прошлый год учреждения здравоохранения региона неэффективно использовали более 21 миллиона бюджетных рублей. И еще 41 миллион – это ущерб от нарушений в сфере закупок. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на закупке продуктов питания в медицинских организациях, контрольно-счетная палата Иркутской области рекомендует правительству Иркутской области и Министерству здравоохранения Иркутской области принять меры для проведения учреждениями служебного расследования фактов недосдач, выявления виновных лиц, взыскания нанесенного ущерба, оприходованию излишков. Аудиторские проверки в государственных учреждениях проходят постоянно, и именно они на первоначальном этапе помогают выявить финансовые нарушения. И уже дальше специалисты силовых ведомств используют отчеты аудиторов, расследуя дела и передают их в суд. Но именно такая бумажная, кропотливая работа помогает раскрывать настоящие коррупционные дела. Ольга Кузакова, Михаил Глызин, Виталий Перетолчин. Новости по будням.